Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана и сегодня мы тестируем новинки второго каталога Фоберолик, все подробно разбираем и так поехали. Обещала показать вам повязку, кстати очень очень нравится, вот хочу сказать для моей большой головы, за 100 рублей слушайте шикарная повязка, для моей большой головы вот самое то, прям самое самое то. Когда сегодня делала все процедуры, она очень хорошо держит волосы, очень хорошо и нет такого эффекта, знаете, у меня есть одна повязка, которая держит тоже волосы туго, но когда я снимаю, у меня потом вот тут вот все дыбом, то есть такой прикорневой объем в районе лба, в районе челки. Нет, туго, но в то же время она их как-то вот так не пережимает, все отлично, все нормально. Здесь две резинки, они по краям, а в середине она такая свободная. Очень красивая, удобная повязочка, вообще шикарная. Так, что мы с вами будем делать? Я уже сделала свой утренний уход, за лицом попробовала маску матри Джейн, девчонки, это что-то с чем-то. Такое личико после нее классное, вообще я буду дальше тестировать. Пока вижу даже после первого применения легкий эффект лифтинга, она очень увлажненная, не требует дальнейшего ухода. Маска смываемая вот эта. Если у вас центральный склад, обязательно берите в распродаже эту маску вообще полностью шик. Прям надо было две брать, цена такая. Шикарно кожа выглядит, она такая лосненая, но в то же время не перегруженная, все отлично, все нормально. Там написано даже, что борется с излишним выделением себума, да, есть такой момент, то есть кожа не матированная, кожа не жирная, но она вот такая вот, как надо. Вот отлично выглядит, свеженькая, мягенькая, гладенькая, мимически разглаженная и великолепная, слушайте, несмотря на то, что она такая возрастная, да. Что мы с вами сейчас будем пробовать? Сейчас мы будем пробовать с вами куркуму, да. После маски я уже сбрызнулась тоником, но единственный, конечно, запах это, да, у меня Ксюшка после школы заходит домой, говорит, мама, что у нас в больнице пахнет. Прям вот, ну, йод. Так, сыворотка 28-59, точнее, это витаминная сыворотка-концентрат. Она у нас такая жиденькая, такая вот, видите, жиденькая, как молочко. Даже мне кажется, текучая немножко, давайте сейчас посмотрим. Так, по аромату серия вся абсолютно одинаковая. Она такая, да, она немножечко такая, знаете, как тактильно, силиконовая, не маслянистая, нет, тактильно она такая вот, как будто силикончиком, не знаю, есть они там или нет, я к ним нормально отношусь. Так, и декольте. Очень хорошо декольте мое стало выглядеть после кремов куркума. Вот прям хочу на этом сделать акцент, обратите на это внимание. Прям вот вижу результат, вижу результат, и он классный. Вообще кожа как бархат после этой серии. Так, хорошо достаточно впитывается. Кожа такая мягенькая, липкости никакой нет, все нормально. Вот может совсем легкая, но она такая некритичная, как от всех средств, в принципе, сейчас пройдет. Вот. Аромат тоже выражен ярко, как и у кремов. Так, дальше у нас с вами крем для кожи вокруг глаз, артикул 28-58. Я не люблю кремы вокруг глаз, честно вам скажу, я люблю один продукт, взял на все лицо, намазал. А вот такое вот я не очень люблю, но до расходу. До расходу можно под патчи кремы накладывать. Молодой, сияющий липосомальный комплекс куркума с активными компонентами куркумы, витамин С, В3Е, защищает кожу от повреждений свободными радикалами, делая его упруг, эластичной, подтянутой. Уменьшает темные круги под глазами. Здесь масло, органы и манго питают кожу, разглаживают морщинки. И кофеин здесь есть, способствует сокращению отечности. Вот это очень здорово. Интересно, в какой он тут дозировочке. Я вот так иногда люблю делать, оставить, а потом распределить остатки, чтобы прям вот хорошо напитать века, хорошо, чтобы крем поработал. Можно на другие морщинки, вот у меня на лбу, допустим, есть она, да, тоже нанести остатки, излишки на носогубочки тоже. По сыворотке лицо выглядит сияющим, но не жирным. То есть вот у меня кожа сейчас нормальная, летом бывает комбинированная и жирная. И мне комфортно с сывороткой. Лицо мягенькое, очень прям такое увлажненное, хорошо увлажненное, хорошая, хорошая сыворотка прям нравится. Так, много нанесла, мы сейчас пока оставим, пока впитается. А я вам расскажу про кремы. Крем для рук, который с пантенолом, да, очень-очень похож на крем и по действию, по консистенции, по аромату Хоберлик Бэйби, который был детский. Прям вот очень хорошо смягчает, легкий, впитывается практически моментально, но не моментально, прям, но быстро, очень комфортный. Никакой пыленки на руках я с ним не чувствую, все отлично, все замечательно. Крем для ног, который у нас с вами там с пчелином, с чем-то, с пчелином, и который с ментолом охлаждающий. Да, он действительно охлаждает, но совсем чуточку, тихонечко, прям совсем несколько минуточек по типу венотоника. Вот венотоник дарит легкий такой холодок на пару минуточек, вот тут та же самая песня. Но ощутимо, так же, как и от венотоника, чувствуется снятие усталости. Вот оно чувствуется ножком, сразу как-то становится легче. Несмотря на то, что нет какого-то ядреного холодка, да, ножкам становится прям легче, хорошо, вообще здорово. Так, по крему вам рассказала, по ума, сейчас я буду стирать. Как раз все загрузила машинку, мы с вами сделали макияж, и загрузила машинку, будем стирать. И расскажу вам, как белье себя ведет. Я прям специально положила туда белье с пятнами, чтобы посмотреть, как отстирывать, кондиционер, как слышится потом на сухом, на мокром белье. И тоже средство для мытья посуды, все расскажу. Так, сейчас мы будем дальше с вами тестировать крем хороший, крем хороший, не могу сказать, что он как вода, он есть, на коже он ощущается, но он не такой, допустим, плотный, как Варио. Да, вот среднячок, такой хорошенький среднячок, хорошее увлажнение, прям кожа увлажнена, все отлично, разглаживает, разглаживает, вот он такой вот, вся серия, она как бархат. Вот знаете, есть у нас такие помады, даже фуберлик, да, когда на губки наносите бархатный финиш, именно бархатный, вот здесь бархатный финиш у всей серии, у всех кремов, да. Ручками трогаешь, и кожа очень тактильно приятная на ощупь. У нас дальше с вами тушь и подводка новая. Так, ну, чтобы положить подводку, сейчас крем еще на веках, мы давайте немножко с вами базы нанесем, ну, не базы, а теней. Приглушить крем, а то она у нас будет отпечатываться. Вот так вот, если на жирное веко вот эту подводку Глентин класть, да, она будет отпечатываться, немножечко его подсушим просто тенями. Но я думаю, мы все равно в любом случае сейчас с вами сначала тушь нанесем, потому что с подводкой будет вам не так видно, что она из себя представляет. Мне очень интересно, хорошо, если тушь будет хорошая и не пойдет сразу на выброс, потому что если она прям хуже моей любимой фест-класс, то, конечно, она у меня будет лежать мертвым грузом. Нижний век сейчас немножко подведу, тон никакой делать не буду, просто с такими средствами, слушайте, тон и после маски Матридженика тон делать не нужно. И так все отличненько. Я теперь постараюсь всегда так брать новинки пораньше, отнимать все, чтобы к моменту действия каталога уже вы владели информацией. Так, тушь, поехали. Тушь у нас с вами, я артикул не скажу, девчонки, найдете по названию, найдете в разделе туши, увидите все в каталоге. Она у нас с вами удлиняющая, потому что здесь нет артикула, коробки я, конечно, все выбросила. В обзоре заказа я вам показывала, что здесь такая интересная кисточка, которая похожа на стрелу. Видите, продукта набирает много, и она такая вот очень-очень такая подвижная, скажем так. Будем смотреть. Так, сейчас реснички вам показываю мои до. Вот так. И вот так. Вот как они выглядят. До, да? Давайте красить. Я уже черными тушами практически не пользуюсь, но если тушь достойная, то почему бы нет? Так, ну пока кисточка удобная, века не мазюкаю себе, несмотря на то, что она такая достаточно большая. Удлинение вижу, разделение вижу. Многим тушам нужно дать раскрасться, да, чтобы какой-то результат увидеть. Но тут очень неплохо, слушайте. Очень неплохо. Вот так вот с первого слоя. Прям вот хорошо. Угу. Слушайте, нравится. Посмотрим, в течение дня тогда будет отпечатываться, не будет. Нижние реснички. Удлинение есть. Тенок туши, да, такой насыщенный, глубокий, черный. Что еще есть у нас с вами? Удлинение и разделение. Объема она не придает. Нет. Пока. Сейчас посмотрим со второго слоя. Так, а второе глазико сейчас накрашу. Так, готово. Вот у нас с вами один слой туши. Для естественных удлиненных ресничек вполне себе так. Да, то есть вот нет никакого такого склеивания. Естественно, нехорошие реснички. Пока, вы знаете, нравится. Вот нравится прям. Так, смотрим, быстро сохнет. Нет, реснички еще мягкие и тушь отпечатывается, пока не высохла. Давайте пробовать наслаивать, как она позволяет это делать. Послушайте, вот сейчас отпечатывалось на нижнем веке, пока я тут пальцем возюкла. Наслаивается. Смотрите. Наслаивается, наслаивается неплохо. Очень хорошее удлинение идет. Ух ты. Знаете, на что похож? На экстрим малиновом флакончике. Только здесь прям вот классное разделение. Мне кажется, ни одна ресничка с другой не слиплась. И в то же время хорошо удлиняет. Классно. И они естественные. И вообще не слипаются, девчонки. Они естественные и длинные. Видите, такие вот. Я иногда люблю эффект драмы, чтобы они, знаете, там послипались, густоты побольше. А тут, естественно, оно тоже очень неплохо, красиво. Мне нравится. Нижнее. Наслаивается неплохо, несмотря на то, что она не высохла. А если мне кажется дать ей немножко на глазках подсохнуть, то вообще классно, классно. Мне нравится. Так, сейчас второй глаз. Вот два слоя. Мне хочется еще прям третий нанести, когда она немножко подсохла. Видите, в процессе тоже измазюкалась. На лице базы никакой нет. Посмотрим сейчас, как будет носиться, высохнет. Смотрите, какие реснички с второго слоя. Вот такие. Мне нравится, очень нравится. Пока все достойно. Надеюсь, не будет оно отпечатываться. Давайте пока с вами подводочку. Попробуем. У меня синий. 559-91. Это новые оттенки в линейке маркеров для глаз. В МТ. Очень удобный маркер. Мы его с вами свочили в обзоре заказа. Давайте пробовать. Не очень удобно после туши, но зато вы тушь увидели. Отличненько. Если что, потом отправим. У меня никогда не было синей, мне кажется, подводки. Красная была, зеленая, но вот синий никогда. Межресничку. Я, конечно, немножко реснички повредила, потому что неудобно межресничку прокрашивать. Сейчас подправим. Стрелку куда-то вниз опустила. На такой насыщенный синий цвет. Видно, что она синяя. Но не прям ворвиглаз, как говорится. Сейчас с вами сделаем стрелку. Еще один слой туши попробую. Красивый оттеночек. Я думала, мне не пойдет. Нет, вроде ничего. Вот этим маркером очень удобно рисовать стрелку. Но если вот влажное веко, жирное может, конечно, отпечатываться или в погоду дождливую. Но на тени я всегда это делаю. И у меня она лежит до вечера, как новенькая. Вот такой вот синий оттеночек красивый. Красивый, на самом деле. Мне нравится. Неплохо смотрится. Прям очень неплохо. Только вот здесь, по-моему, толще. Надо немножечко отправить. Так. Вот, теперь все одинаково. Так. Давайте третий слой попробуем. Застывает вообще? Ну, пока на руках отпечатывается. То есть, застывает не быстро. На пальчиках отпечатывается. Нам надо подправить с вами реснички. А, ну, уже вот тяжело. Нет, тяжело. Они расчесываются, начинает застывать. Но длина, слушайте. Но длина мне очень нравится. Прям впечатляет. Но уже их тяжеловато расчесать. То есть, если хотите наслаивать, то тут нужно прям вот золотую середину выбрать. Она вроде за собой предыдущий слой не тащит. Но, если прям сразу слой за слоем наносить, не такой эффект. Вот сейчас мы немножко выждали. Прям вал. Ну, нижний уже ни к чему. Мне нравится, я с удовольствием буду пользоваться. Ну, пока походим, походим. Смотрите, прям вообще, да? По сравнению с этим глазом. Даже третий слой прям отличненько лег. Хорошо удлиняет, очень хорошо. У кого коротенькие реснички, девчонки, присмотритесь. Прям вот на глазах, я бы сказала, идет удлинение. Никаких комочков пока ничего не вижу. Ресницы так и есть, разделенные. Но уже вот могут склеиваться на третьем слое. Но их тут же можно разделить кисточкой. Она хорошо прочесывает. Так. Приподнять их попробуем сейчас еще. Измазав века. После такого ухода за лицом, конечно, прежде чем наносить макияж, нужно какое-то время подождать. Потому что на такое набитанное, увлажненное лицо. Или базу. Тут сейчас я вот уже возюкаю, возюкаю. И она подтаскивает предыдущий слой за собой. Этот глаз вышел лучше. А тем не менее, все отлично. У меня этот глаз всегда косячный. Вот он всегда косячный. Здесь сами по себе вот тут вот реснички. Они короче, чем на том глазу. Ну все, ладно, оставим так. Ничего. Так. Смотрим. Три слоя. Смотрите, девчонки. Вау, какие. Хорошо вам видно. Смотрите, вот если сейчас до века докоснусь. Вот я сейчас у меня ресницы касаются век. Так, отпечатывается. Да. Вот этот нет, уже подсох. А вот этот отпечатывается. То есть нужно дать немножко ей время зафиксироваться. А так в целом не очень нравится. Тушь достойная пока. Будем наблюдать за ней сегодня в течение дня. Так, ну все, теперь стирка. Девчонки, достала белье, постиралась. В принципе, все отлично. Вот кухонное полотенчико даже чистенькое, свеженькое, стирает хорошо. На первый взгляд не хуже порошка. Но я в любом случае, это не будет моей постоянной покупкой, потому что я не люблю пользоваться гелями. От них потом в машинке возникает плесень, неприятный запах и так далее. Я пользуюсь сыпучими порошками, поэтому это будет так вот изредка. Да использую и может быть когда-нибудь повторю. Но кондиционер повторю, наверное, точно, потому что мягкое. Вот очень мягкое белье, прям уже развесила на батарее полотенчик. Полотенчик чистенький и мягенький, прям мягенький, мягенький. Вот в этом плане пока нравится. Надо будет попробовать сравнить сенситив, но пока очень мягкое. Мягче, чем после органы. Там у меня любимый аромат, как бы, а по мягкости сенситив был на первом месте. Мягче, чем после всех кондиционеров, может быть вот так, как сенситив. Очень мягенькое тактильное белье. На мокром белье есть аромат вот этой серии. Но он такой, знаете, аромат чистоты, аромат стиранного белья. Но никакой сильной какой-то косметической парфюмерной одушки нет, которая в нос бьет. Я думаю, когда оно высохнет, аромата практически не будет. Так, теперь пойдемте смотреть средства для мытья посуды. Девчонки, и по парфюму. Вот мне хочется его. Я нашел его второй день. И после того, как сняла ролик, это уже было поздно вечером, легла спать, лежу, читаю книжечку и понимаю, что он для меня... Иди, Ксюшеньке, поиграю, иди, мой хороший. Что он для меня прям притягательный. Это цветочно-пряный аромат. Я забыла сделать вставку в видео. Я оставлю их в прикрепленных комментариях на Дзене. Там можно в комментариях картинки оставлять на Дзене. Оставлю вот эту вот картиночку парфюмерной воды и описание. И там медитативный Дзен-комплекс. Вот так он называется. И пометочка внизу, что доказанная успокаивающая эффективность. То есть вот так. Очень интересно. Он притягательный, он действительно классный. Я не могу его описать, но может быть пряный, может быть цветочный. Но больше вот как-то у меня зеленый, не знаю, он классный. Мне нравится. Ничего такого похожего у Фаберлик точно не было. Мне очень нравится. Поэтому даже может быть возьму полноразмерку. Посмотрим, почем она будет. Ну а теперь средство. Сразу скажу, мне понравилось. Я не ожидала. Я промыла губку. На ней нет пены. Она не пенится от слова совсем. Сейчас мы ее чуть-чуть намочим. И добавим средство. У меня вообще вот такой вот дозатор. Но я, чтобы вам показать, наглядно пока не переливала. Так, добавили средство. Вообще вот консистенция гелевая. Она прозрачная. Аромат классный. Мне прям понравилось. Вчера я мыла посуду. Видите, тряпочки споласкивала. Раз у нас тут идет аргентум, хотел сказать по-латыни. С ионами серебра, да? Вроде как обеззараживает. Должно поэтому тряпочки кухонные. Вчера промывала. Запах вот этой серии, он остается на тряпочках. Он мне, кстати, очень нравится. Вот как именно из этой бутылки пахнет, мне очень нравится. Так, смотрите, мы с вами налили, да, и как бы и вспениваем. Много, очень много пены. Я вчера вот так налила и мыла посуду. И мне хватило прям на целую гору тарелки, сковородки, кастрюли. Прям на целую гору вообще не добавляла. Я это все к чему сейчас это помою. У нас с вами же идет как гель-бальзам. Но на самом деле это гель, девчонки. Это гель, потому что вот два бальзама, которые у нас с вами есть, Фаберлик, они пенятся очень плохо, отвратно. Их приходится постоянно добавлять. Да, они руки так не сушат, но очень плохо пенятся. Вот мне прям не нравятся наши два бальзама. Я их не беру. А здесь нет, здесь гель и консистенция гелевая. Может быть, есть какие-то ухаживающие компоненты, но он пенится отлично. Гораздо лучше, чем вот наши бальзамы для мытья посуды 2. С чем они у нас, с клубникой, с миндалем, я уже не помню. Давно не брала и как бы не хочу повторять. Поэтому отлично пенится. Все здорово. Возьмите, попробуйте. Цена такая же, как у всех средств для мытья посуды. А душка мне очень нравится. Такой чистоты с небольшим отголосочком. Вот зеленушечки. И вроде как и чуть-чуть фруктиков. Но она еле уловимая, очень приятная. И когда я тряпочки вчера кухонной споласкивала с этим средством, запах на них остается. То есть приятненький такой вообще. Но когда к носу подносишь, на всю кухню, конечно, не пахнет. Поэтому средство вот это очень понравилось. Все здорово. Надеюсь, не испортится. Ну что, девчонки, уже вечер. Что хочу сказать. Подводка отпечатывалась уже миллион раз. На такой жирный век, конечно, с такой уход у нас с вами был. Потуши нет. Не отпечаталась, не осыпалась. Все отлично. Как была на месте, так и есть. Она, кстати, застыла. Реснички такие упругие, силиконистые. Ой, как расправилась, слушайте, пальцем. Все супер, все отлично. Но вот реснички, все на месте, все здорово. Не осыпалась, не отпечатывается. Но застывает она не сразу, не моментально. То есть ей нужно время. В процессе покраски, если вот физиологически у вас так веки расположены, глаза, ресницы, что вы касаетесь ими верхнего века, нависшее оно сильно, или нижнего даже, нижними ресничками, то она может отпечатываться, вот когда красишься. А сейчас все сидит, как влитая. Реснички сухие, такие вот уже все, как после туши First Class, как после туши Miss Curl. И длинненькие, красиво. Поэтому, в принципе, пока вот мои впечатления пятерка. Буду дальше пробовать, распробовать и так далее. И обязательно в обзоре каталога я еще подробно отзывы на эти новинки продублирую. Ну и на этом ролик буду заканчивать. Все основное мы с вами разобрали. По Астору до Амора тогда, может быть, в следующем ролике, или в Дзене коротенькие ролики. Наснимаю или посты напишу. Ссылка для регистрации всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь, будем общаться. Всех люблю, целую, всем пока-пока.